Как благоустроить двор за счет государства? Об этом и не только жителям рассказали на семинаре в городской мэрии. Второй год в Иванове реализуется федеральный проект формирования комфортной городской среды. Средств, выделенных из бюджета, меньше, чем требуется, чтобы благоустроить все дворовые и общественные территории. Процедура подачи заявки на участие в программе проста, уверяют городские власти. Тем не менее, тонкости приходится разъяснять. Вопросов очень много. Очень много во время встреч с жителями поступало замечаний о том, что не все знали, не все слышали. Не все понимали, как оформлять документы, поэтому не смогли участвовать. В этом году люди идут уже осознанно. Очень много вопросов идут уже по сути вопроса, по оформлению. Поэтому все-таки необходимо такой семинар провести. Подача заявок начинается 30 января и продлится ровно месяц до 28 февраля. Чем скорее бумаги окажутся в мэрии, тем выше шансы на включение в программу благоустройства. Пакет документов включает в себя заявку, решение собственников жилья и дизайн-проект. Последнего пугаться не стоит. Власти примут даже нарисованный карандашом план двора с желаемыми изменениями. Впрочем, у представителей ТСЖ и ТОСов есть вопросы по прошлогодним обещаниям. Из прошлогоднего перечня обустроить все дворы не получится из-за недостатка средств. В этом году в городе власти хотят благоустроить около 25-30 дворов в зависимости от того, на сколько хватит денег. Кроме того, в списках есть и общественное пространство. Пока сформирован был перечень из 41 объекта. По результатам изучения результатов инвентаризации общественной комиссии были определены 16 объектов из этого перечня, как благоустроенные. И 25 объектов, которые требуют благоустройства. Какие именно дворовые и общественные территории придут в порядок, решит общественный совет. Главное, на что обратят внимание, дата и время подачи заявки. Однако, даже если документы будут в числе первых, всегда существует опасность, что составлены они неправильно, а следовательно заявку аннулируют. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.